Симулировать полет Боинга на земле, управлять танком или легковушкой умеет вот эта конструкция на шести подвижных опорах. Ее называют платформа Стюарта. Она лежит в основе аттракционов на виртуальной реальности и тренажеров для водителей и пилотов. Аспиранты с ГАУ первыми в России внесли изменения в классическую конструкцию платформы. В торговых центрах вот эти развлекательные все тренажеры, они сделаны на электроприводе. Но это имеет свои недостатки. Во-первых, это все дорого. Гидравлика и электрика. К тому же электрика чувствительна к перегревам. А тут на пневматике это получается очень дешево и это не так чувствительно к перегрузкам. Это изобретение вполне доступно широкому потребителю. Все благодаря небольшим размерам и дешевизне. Стоит оно в два раза меньше аналогов на гидравлике и механике. При этом такая платформа лучше передает ощущения в кабине автомобиля или самолета. Пневматический привод отличается от электрического тем, что с ним платформа двигается более плавно и мягко. В будущем на платформе появится кресло и дисплей для того, чтобы симулятор был полным. А вот как двигаться будет платформа, мы сейчас вам покажем. Вообще ее движение зависит от того, какая программа будет установлена в симуляторе для пилотов, водителей или геймеров. Управлять подвижной платформой можно в нескольких режимах. Сейчас у нас разработана программа для управления платформой серта с джойстиком. Также реализована программа для ручного управления. Сейчас вы можете видеть, как платформа также автоматическая выполняет движение по окружности. Платформой СГАУ уже заинтересовались несколько фирм. Изобретение ляжет в основу тренажеров для водителей автобусов и большегрузов, а также игровых симуляторов, конных скачек и автогонок. Впрочем, разработка пригодится не только индустрии развлечений, но и отечественному ракетостроению. РКЦ «Прогресс» будет испытывать на этой платформе датчики топлива ракеты-носителя. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.